Моё почтение, друзья! Меня зовут Влад Шрейдер, и сегодня мы сыграем в коротенькую, но не менее прекрасную игру от студии Кроус 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 и создателя Стэнли Парабол Уильяма Пью. Мы должны вжиться в шкуру величайшего грабителя, и в принципе этого достаточно, чтобы обратить внимание на все творения, и поэтому просто давайте приступим. Семь, начиная в 3, 2, 1... Так, ладно, 2 минуты у нас, 2 минуты. Вступительные команды готовы? Гляньте, что там с оркестром. У нас на авансцене не работает фонарь, можно туда куда-нибудь отправить, дабы быстрее? Смотрите, мы были прямо в менюшке. Ладно, ждём ответа от пиротехников. У нас какой-нибудь остался в отделе? Нет? Они тоже ушли? Ну ладно, окей, нет проблем. Секунду, пожалуйста, замрите, кто-то за дверью. Это я, я понимаю, ладно. Секунду! Мы можем узнать точное местоположение игрока? Что, их двое? Так, ладно. Привет, в общем, тут, тут так, немного, немного неловко вышло. Думаю, лучше, если мы будем честны друг с другом. Это, эээ, немного неудобно. Дело в том, что та игра, которую вы скачали, сейчас в неё уже кто-то играет, так что вам нельзя, нельзя. Вам пока нельзя поиграть. Мне очень жаль. Да, это довольно неловко вышло. Я не знаю, почему так вечно происходит. Вообще-то, обычно мы... Лучше зайди внутрь, я всё объясню. Ээ, вот сюда. Суть в том, что игра уже началась, так что вас тут засунуть невозможно. И ещё вам, вам просто сейчас будет сложновато уйти. Но, думаю, это неплохо. Это я не знаю, что делать. Я попробую, я попробую позвонить в отдел связи рекламы, и потом мы отведём всё в вас в фойе, ладно? Вы только просите, посидите тут. Посидите тут. Ладно, дайте мне только... Окей. Кто-нибудь обязательно возьмёт трубку, всё хорошо. О, они повесили трубку. Окей, окей, ладно, ещё разок, простите, мне так жаль. Ладно, посмотрим. Простите, я знаю, я знаю, что нам сейчас надо... Блин, это так чертовски здорово. Просто посмотрите, я хотел поиграть в игру... Поиграть в игру с грабителем, но игра уже кем-то занята. И видите, здесь стена истории. Чёртов... И смотри... У нас тут... У нас тут что-то вроде забастовки происходит. Да, мы потеряли несколько кадров. Кстати, а вы не могли бы, не против? Окей, сюда. Мне бы прям, мне бы пригодилось. Просто так казано зло, весь наш... Взяли да ушли этим утром, мы даже не успели подготовиться. А ведь тут всё просто, в основном кнопки... Вам нравятся кнопки, да? А потом вы сможете поиграть в игру сразу, как только закончит другой человек. Обещаю. Вы поможете? О, просто чудесно. Окей, прошу сюда. Да, отдел освещения находится прямо здесь. Не волнуйтесь насчёт забастовки, мы это переживём. И очень похоже на Стэнли Парабол. Он очень похоже. Также есть комментатор, он ведёт нас по истории. Что-то происходит. Но дело-то в том, что я ожидал совершенно другого. И это не менее чудесно. Первым делом, вы не могли бы включить свет? О, нет, это абсолютно не правильная кнопка. Не та кнопка? Извините. Ладно, думаю, всё нормально. Мне нужно, чтобы вы дёрнули рубильник освещения. Это было бы здорово. Да, сейчас. Большой такой. Я надеюсь, вы успеваете читать. Потому что иногда я просто спотыкаюсь от того, что... Посмотрите. А? 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 Всё. Это всё, что нужно для игры. Вот так-то. Маленькие огоньки мерцают в окнах поместья, отражаясь в декоративном пруду. Волшебное зрелище, правда? Окей, теперь нам надо... Это игра про ограбление. Игрок должен кое-что украсть. Не хочу вам ничего портить, но тигр играет тут очень важную роль. Он есть в названии. Хорошо. В отдел дикой природы. Вот в эту дверь. Ладно, здесь всё. Это вполне безопасно. Обычно у нас этим занимались другие люди, но... Сразу после того, как один из них... Ну, не будем. Мне не стоило. Просто поверьте рычаг и скажите... Скажем так, выпустите тигра на сцену. Там рядом должна быть красная кнопка. Она даст укоротителям знак, чтобы проловить тигра. Кажется, он рядом с дверью. Погодный отдел. Мы так однажды сделали, и он сожрал всех птиц. Я не хочу нажимать кнопку, я хочу узнать, что происходит. А потом голову маленькой статуи на фонтане. О, нет, не та дверь. Послушайте, в комнате есть более важная проблемка. Она уже рычит. Тигра сейчас на уровне, так что нам надо убедиться, что он... Ну, никого они... Вы не могли бы нажать красную кнопку? Окей, нажмите... Еще раз. Вам не хватило этого сигнала? О, хвала, небесам, команду крутителей на подходе. Я уж было испугался, что они уже пошли... Или их съел этот тигр, знаете ли. Окей, я пытаюсь придумать, куда бы вас еще пристроить. Кажется, у нас никого не осталось на подмостках, так? А, остались? О, прекрасно. Что ж, тогда в погодный отдел. Мы стали частью той игры, в которую играет игрок, который не позволил нам зайти в игру про ограбление. И теперь мы часть команды, которая устраивает все спецэффекты. Вы понимаете, что... Во время нашего второго представления, Лопно Трубайзет был весь уровень в саду. Пришлось снимать игрока с крыши беседки. А так, ну ладно. В сценарию у нас начинается гроза. Сделаем дождь. Поверните красный вентиль у той двери. Нет, 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 слишком много. Окей, мы хорошо. Под вентилятором есть кнопка, которая включает гром и молнию. О, наверное, что-то замкнуло. Как жаль, здесь довольно сыро. Вообще, я думаю, что куда безопаснее было бы... О, нет, вот, сработало. Йес! Представьте, как все здание залилось большими вспышками молний. Весьма внушительно сцена... О, кстати говоря, по всей видимости, игрок проник в особняк через оранжерею. И он собирается использовать лифт. Ладно, все в порядке. Мы можем это устроить. Он вот здесь. Сюда. Хотя, постойте-ка секунду. Это очень важно. За этой дверью игрок пройдет в максимальной близости, и он будет прямо за стеной. Я не знаю, из-за чего сделана эта стенка, но наверняка из какой-то ужасной дешевки. Так что... Нам надо вести себя очень тихо. Понятно? Спускайтесь по лестнице. Да, вот так. Там находится особняк. Игрок мог прийти сюда, но ему пришлось позаводиться с лазерами, которые кое-кто включил. Вы же понимаете, что под этим кое-кто, я имею в виду вас, да? Я не слишком тонко выразился, а? Все, все окей. Все в порядке. Так или иначе, теперь нам нужно сделать следующее. Игрок пройдет по коридору и вызовет лифт. Откроет дверь, он выйдет внутрь, нажмет кнопку вниз. И когда это произойдет, вам нужно будет дернуть рычаг. Вон с той стороны. Лифт, разумеется, всегда должен был работать сам по себе. Это просто пережиток репетиция, которую никто не заслужился убрать. К тому же, все нормально. У нас еще полно времени. И вообще... О, идет, 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 идет. О, идет. Ждем. Редко? Ждем. Я что должен? Я забыл, что должен сделать, кнопку нажать. Он нас услышал? Я буду ходить, я хочу, чтобы он услышал нас. О, спасибо, что вы двигаетесь. Что ж, по крайней мере, вообще-то ему очень придется зарядно повозиться. Можете потихоньку готовиться к игре. Нам только надо поговорить при технике для остановки бега. А потом можете идти. Вверх по лестнице там есть лифт. Для дела... Пиротехники. Мы идем, мы идем. О, бог ты мой, вы целы? Все лодыжки? Все лодыжки на месте? Они в правильном положении? Окей, вы целы? Точно? Здорово. Я так сожалею. Не, правда, это же погодный отдел, так ведь? Да, мы тут были. Ладно, послушайте. Раз мы не можем воспользоваться лифтом, остался единственный вариант. Пойти через отдел сверхконцептуальных смешанных операций. Я не хотел вас туда везти. Обычно для этого проводят много тренировок. Но я буду с вами на связи. Все будет хорошо. Мужайтесь! Мужайтесь! Добро пожаловать в отдел. Это отдел, который управляет, ну, много чем. Знакрытые и открытые двери, свещения, дымовые машины, звонки, суфлеры, лазеры, охраны хранилища, усыпляющие дротики. И, ну, в общем, всякое такое. Но я все это делаю по числам. И обычно у операторов есть такой большой... Проще говоря, обычно не знают, что делать. У меня тут есть инструкция, так что разберемся. Итак, прежде всего, начнем с того, что вам надо нажать на цифру 4. Извините, я хочу... Посмотри, что... Лазеры. 4. Все в порядке? Да, не думаю, что этот огонек, значит, это плохое. Где? Так, 5, 7, 2, 1, 2, 1. Три. Целая... Подожди. Блин, он сказал мне номер, а я должен был нажать кнопку, и я этого не сделал. Так, ладно, что мы тут сделали, оказывается, совсем не то. Вы бы не могли бы нажать 9, потом... Кажется, мы все перезапустили. Что? Что вы только что... Это же мог быть важный звонок. Что вы... Ну зачем? А, плевать, я нашел нужную инструкцию, нажми девятку. 9. О, давай, просто переставим, что с девяткой разобрались. Ага. О, я заела. Что-то я волнуюсь. Окей, 5. 5, 2, 6, внимание, все нормально, 7, 7, 2, лев, лев, телефон, скинули. О, ладно, опять, come on. Вы что, вы что, не знаете, как пользоваться телефонами? Ладно, вернемся к панели. Нажми... 2, 5, 9... Ой, видимо, я ее заела снова, этот звук, на который, кажется, протестал не обращать внимания. Оказывается, очень плохой сигнал, что я вас... Так что я вас попрошу, вы развернитесь на 180 градусов и спуститесь по лестнице вниз. Пожалуйста, пожалуйста, немного подальше. Вперед, правда, вам сейчас лучше стоит уйти. Вот так, от... О, не так уж страшно, ладно, назад, назад, быстрее, вверх по лестнице. Чуть-чуть бы быстрее, пожалуйста, немножечко, так, немножко быстрее. Ну же, вперед. Не-не-не, прошу. Ладно, спокойно, не волнуйтесь. Хотя, немножко можно. Нажми 7, 4, закинем звездочку. 7, 4, звезда. Под нами, что? Пожар сейчас? Там что-то говорит. О, так все-таки горит, да. Не думаю, правда, не думаю, что здесь вообще что-то должно гореть. Прошу, только не делай то, о чем я подумал. Не делай. Просто подними ее и положи к уху. Как нормальный человек, как нормальный человек, который может ответить на звонок. А-а-а-а, нет, вы сделали то, что я просил вас не делать. Ну зачем вы это сделали? Зачем? Постойте-ка. Мы все еще, мы все еще можем все исправить. Можем. Мне нужно, чтобы вы нашли синюю панель с надписью... Она не горит, так? Я нашел способ как активировать рычаг безопасности слева от... О, не-не, стоп, стоп, справа. Не справа, слева. Не ходите налево. Так, горит панель downpull. Пюр, я хочу, чтобы вы только когда загорится не раньше. А что я должен сделать? Блин, я прослушал. Все потухло. Сейчас. Так. Мы это сделали. Игрок покинул поместье, думаю. У нас получилось. Я только не знаю, почему до сих пор идет дождь, но вы понимаете, эй, спускайтесь по лестнице. Пожара нет. Мы помогли, мы смогли. Здесь больше делать нечего, вам больше не надо торчать. Может, наконец-то обо всем забыть. Все, ты справился, сестренка. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Ты очень помогал. Без тебя мы бы тут не справились. Правда. А с чего ты взял, что я те уши? Итак, мы снова здесь, так что... Вот как мы поступим. Ты идешь сюда, подождешь немного, я зажгу свет. И... Доктор, Лангесков, Тигр и страшно проклятый изумруд. Наслаждайся. Ой, только не говори, что теперь... Все, поверь мне, все, что есть по ту сторону двери, это цветочки по сравнению с тем, что мы здесь прошли. Все нормально. Правда, отличная игра. Особенно озвучка, которая и реплики просто шикарные. Некоторые реплики. Это очень хорошо. Я могу видеть, что это снижает все вокруг этого. Спасибо большое. Большое спасибо. Меня всегда пугает тьма. Что, еще один игрок? Я не могу еще раз такое повторить. Ладно, мне очень неловко. В общем, дело в том... Постойте-ка. Вы куда пошли? Ладно, так, смотрите. Мне надо вам рассказать. Хорошо, это осветительное. Вам надо дернуть. Ну ладно, это отдел дикой природы. Нет, погоди, что... Это же... Там же тигр. Там же тигр, это... О, нет, не надо, нет. Не нажимайте. Стоп, нету! Боже. Комментатор. Ха-ха-ха. О, Вильям Пью. Нас съел тигр. Потому что новый нерадивый игрок не следовал инструкциям, как мы следовали инструкции. 15-минутная игра об ограблении. Что вы знаете о самом лучшем в мире воре? Я вот знаю многое. Спасибо Вильяму Пью от создателя Стэнли Парабол за эту 15-минутную тираду о тех, кто делает игры. Не тех каких-то программистах, знаете, кодерах, которые рисуют, все время строчат какие-то цифры, а тех настоящих работягах, которые ходят где-то за кулиси, жмут кнопки, выпускают тигров, отправляют лифт вниз. Вот они их, они настоящие герои. И мы были одним из них. По воле случая, конечно. И спасибо, что были со мной, разделили 15-минутную прогулку по закулисью одной прекрасной, замечательной игры о самом великом в мире воре. Подписывайтесь, ставьте лайк, рассказывайте друзьям и до скорого.